Крупные иностранные инвесторы один за другим объявляют о своем уходе из России. Кто-то пока просто объявляет о заморозке работы своих предприятий, магазинов и заведений общепита. Одна из первых проблем, которые такие решения могут принести нашей стране – риск скачка безработицы. Чтобы этого не произошло, федеральные власти объявили о намерении предпринять целый ряд шагов. Целый ряд крупных компаний объявил о приостановке своей работы в нашей стране. Начиная от автопроизводителей типа BMW и заканчивая сетями магазинов одежды и обуви, как например Nike. Эксперты указывают, что далеко не всегда это идейное решение. Потому что бизнес не любит сворачиваться, особенно там, где все идет успешно и уходить с потери рынка. Они просто являются лицами, оказавшимися под психологическим или эмоциональным давлением со стороны своих органов власти, своих государств. Верхневоложье тоже рискует пострадать. Например, финская компания «Паулик» объявила о намерении приостановить работу своего предприятия, которое, как известно, находится на окраине Твери. Об аналогичных шагах объявил еще один крупный инвестор – Shell. Не стоит забывать и об экскаваторном заводе «Хитачи». Если все это, что называется, всерьез надолго, то правительство страны готово ввести на таких производствах внешнее управление, сродни тому, что применяется при банкротстве. Внешний управляющий берет под контроль финансовую деятельность, организационную, повседневную, и продолжает осуществлять работу предприятия. У собственника появляется возможность или оскорить это решение, и вернуться к управлению своей компанией в течение пяти дней, как я понимаю, по проекту, или же смириться с этим. Конечно, не все так просто. Ведь если речь идет о сложном технологическом, например, машиностроительном производстве, то зарубежный собственник вполне возможно попытается помешать работе предприятия, запрещая ввоз комплектующих. Если же это, например, кондитерская фабрика, то поставщиков будет найти намного проще. В России или в тех странах, где не поддержали санкции. Что касается дальнейшего развития событий, то, скорее всего, в нашу страну вернется немало из уходящих ныне инвесторов. Все будет как всегда. Хозяева есть разные. Одни пошли по телевизору, сказали, как они не любят Россию, и поэтому они прекращают свою деятельность там. Потом тихонечко пришли в кабинет, сделали пару звонков и сказали, ну, ты же понимаешь, что другого выхода не было. Но будут и те, кто уже не сможет вернуться в нашу страну. Причем не по своей воле, а потому, что им тут больше будут не рады. В конце концов, от ухода, например, западных табачных брендов население России точно никак не пострадает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова